Эфир телеканала ННТ продолжает новости Дагестан в студии Зухра Алиева. Здравствуйте, в начале коротко о главном. 100 килограмм подделки. Ростельхознадзор предупреждает дагестанцев о возможном попадании на рынок фальсифицированных колбасных изделий. Силу, скорость и ловкость смогли продемонстрировать спасатели и журналисты в блок-туре сильнейшей пожарной. Пока мы живы, эти дети не одни. Благотворительный фонд «Инсан» в честь Всемирного дня сирот провел праздничное мероприятие. Победа в руках. Дагестанские армрестлеры стали медалистами Кубка России. Ростельхознадзор предупреждает дагестанцев о возможном попадании на рынок фальсифицированных колбасных изделий. Так, работниками Межрегионального кавказского управления в городе Аргун была выявлена партия фальсификата. По результатам проведенных испытаний на базе Межрегиональной ветеринарной лаборатории в трех пробах колбасных изделий – колбаски охотничьи, сосиски с сыром и вареная колбаса курочка – выявлены несоответствия по содержанию растительных и животных жиров, а также обнаружены следы противопаразитарного препарата клопидола. В результате принятых мер производитель колбасных изделий добровольно снял с реализации и утилизировал остатки вышеупомянутой продукции общим весом около 100 кг. Объем финансовой поддержки для туризма в Дагестане увеличился почти в 30 раз. В прошлом году на эти цели было направлено 10 млн, а в этом – 278 млн рублей. Об этом в рамках заседания правительства республики рассказал председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Также отметим, что за 9 месяцев этого года республику, по данным властей, посетили более 1,5 млн туристов. Силу, скорость и ловкость смогли продемонстрировать спасатели и журналисты в блок-туре «Сильнейший пожарный». Соревнования прошли на базе МЧС республики. Об упорных поединках за право быть лучшим расскажет Карим Гамаев. 33 команды, более 60 участников, бескомпромиссная борьба до самого финиша. Никто не хотел уступать. От каждой пожарной части по три спасателя. Один главный и два секунданта дублера. Преодолевать полосу препятствий в полной экипировке – задача не из легких. Это на первый взгляд кажется, что спасателям это дается просто. Почувствовать всю нагрузку таких соревнований смогли и журналисты, которым была предоставлена возможность попробовать себя в настоящем пожарном деле. Сейчас вы на мне видите стандартную экипировку сотрудника пожарной охраны. В среднем она достигает около 20 килограмм, и сотрудник обязан по нормативу справиться с ней за 21 секунду. Ну, конечно же, мне с этим справиться не удалось, а сейчас я буду пробовать себя на вот этой полосе препятствий. Ну что ж, после пройдения этой полосы препятствий хочу сказать, что действительно это очень тяжелая, в то же время очень ответственная работа наших с вами спасателей. Победители и призеры соревнований получили грамоты и медали от руководства МЧС региона. Отделены призами спасательное ведомство, отметила и представители СМИ. За последний год в соответствии с планом спортивных мероприятий пройдет действительность обликований среди реагирующихся подозрений. Для этих целей постоянно совершенствуется спортивная база, разобрабатываются и реагируются ветры и подготовки пожарных спасателей. Наши спортсмены достойно выступают на региональных всероссийских соревнованиях, проводимых в рамках спортной ярмарки и в честь России. Карин Гамайев, Магомед Магомедов, новости ННТ Махачкала. Капитальный ремонт улицы Татурбиева проходит в поселке Семендер. Она пересекается с улицей Пирамидальная, ведущая к общественному пространству, благоустроенному городскими властями в 2019 году. Ее протяженность 550 метров. Здесь уже обустроены тротуары, предусмотрены участки для высадки деревьев и зеленых насаждений. Проводится укладка второго основного слоя асфальтобетонного покрытия. Отметим, что улица Пирамидальная также вошла в перечень благоустройства. Здесь на данный момент проводится укладка асфальтобетонного покрытия на тротуарах. Работы на 19 столичных улицах идут в этом году в рамках реализации региональной программы «Мой Дагестан. Мои дороги». Еще 38 на территории городского округа отремонтировано в этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Как действовать во время обильных осадков и паводков? В Махачкале прошли масштабные учения на случай режима чрезвычайной ситуации. По сценарию поступает информация о паводке на территории муниципалитета и создается штаб из представителей ресурсоснабжающих служб. По замыслу, с 9 утра на территории Ленинского района вводится режим функционирования чрезвычайной ситуации. Основной фронт проводимых учений развернулся на предполагаемом участке подтопления. В результате ЧП повреждены электро- и газовые линии. На подстанциях произошли аварийные отключения. Вследствие подъема уровня воды в реке Черкес-Озень цокольные этажи многоквартирных домов затопило. Такова легенда командно-штабных учений. Каждая аварийная бригада отрабатывала ликвидацию последствий ЧАЭС на своих участках. В пункте временного размещения, который развернули в столичной школе 56, всех пострадавших расселили в специально подготовленных помещениях. Проведение данных командно-штабных учений, необходимость в их проведении обусловлена, прежде всего, необходимостью доведения до автоматизма всех действий, всех служб города, чтобы в случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций, чтобы каждый знал, на каком месте ему находиться, какие мероприятия он должен отработать, соответственно со всеми сроками. Потому что от этого во многом зависит спасенная чья-то жизнь, спасенное чье-то имущество. Данная локация у нас выбрана не случайно. Ежегодно на данной локации у нас в осенний период, ну и весенний период, пожалуй, тоже. Данная локация бывает у нас подвержена обильным паводковым. Оценку действиям всех служб по итогам проведенного командно-штабного учения я поставил хорошо. Но, тем не менее, на этом останавливаться не стоит. Есть над чем поработать. Да, вот цель, я считаю, подобного рода учения – это доведение как раз до автоматизма всех мероприятий, запланированных в рамках возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций. Теплые пожелания, добрые напутствие и трогательное выступление. Праздничное мероприятие в честь Всемирного дня сирот накануне провел благотворительный фонд Инсан. На мероприятие были приглашены воспитанники школы-интерната и вдовы с детьми из числа подопечных. Почетными гостями встречи стали опекуны. Это те, кто уже много лет помогает фонду Инсан реализовать самую трогательную благотворительную программу «Я опекун». Те, кто год за годом подтверждают цитату «пока мы живы, эти дети не сироты». Всех приветствую, мои дорогие золотые. Очень рад вас видеть. Как бы я бы не был занят, где бы я ни находился, когда я получаю сообщение от Мухаммад Русул о том, что у нас очередное мероприятие с нашими золотыми дорогими детьми, все оставляю, все бросаю и бегу к вам. Знаю, что помимо того, что могу зарядиться, могу еще вкусно покушать. На самом деле для меня большая честь вас видеть. И с каждым годом, с каждым разом я вижу, что лица наших детей становятся все счастливыми и счастливыми. Смею заметить, что пока есть фонду Инсан, никто из вас не останется без внимания, никто из вас не останется без опеки. Мы будем всегда также находиться рядом, и оказывается, у вас скромный вклад в это мероприятие. Дети наши – это аманат. Чужих детей не бывает. Для нас каждый ребенок дорог и любим. Конечно, хочется, чтобы все улыбались, радовались детям. Сказать, даже эмоции переполнили. На мероприятии детей развлекали играми и викторинами. Победителям были вручены подарки. Хотим поблагодарить всех, кто помогает. Подобедшим благотворительного фонда Инсанка в рамках программы Япикон Таги и во всех других программ благотворительного фонда. На самом деле, вся помощь, оказываемая фондом, она возможна только с помощью поддержки и помощи всего дагестанского народа. И о спорте. Дагестанские армрестлеры стали медалистами Кубка России. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Орле. В активе наших спортсменов три награды. На высшую ступень пьедестала почета сумели подняться Амар Нарудинов и Рудин Салимханов. Бронза в активе Карима Шехсаидова, возглавляющего в Дагестане общественную организацию инвалидов физкультурно-спортивный клуб «Скала». Усман Нурмагомедов проведет чемпионский бой в лиге «Беллатар». Титульный поединок с участием брата Хабиба Нурмагомедова пройдет в ночь на 19 ноября в Чикаго. Оппонентом дагестанца станет чемпион легкого дивизиона из Бразилии Патрики Фрейра. Младший из Нурмагомедовых знает горечи поражений. На его счету 15 побед, 4 из которых приходятся на американский промоушен. У бразильца Патрика Фрейра 24 победы и 10 поражений. Помимо этого, внимание дагестанских болельщиков будет приковано еще к двум боям. В октагон в Чикаго войдут Тимур Хизриев и Имам Шафи Алиев, для которых свои поединки станут дебютными за океаном. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова